Крыша Кировской детско-юношеской спортивной школы пострадала от артиллерийского снаряда 7 лет назад. Когда Иркутская область взялась помогать городу, решили, Дю США нужно восстанавливать. Сейчас кровля новая, внутри делают потолок и освещение, усиливают окна, снаружи ремонтируют фасад. А в первой школе капитальные работы по всему зданию. Были постоянные прилеты рядышком, вылетали стекла, была деформация почвы. И поэтому по школе пошли большие трещины. И спасибо Игорю Ивановичу, спасибо всем иркутянам, которые помогают нам в восстановлении нашей школы. Посмотрите, какая она красавица. Восстанавливают в Кировске и жилые дома. Кровлю, которая пострадала при обстрелах, меняют. В части зданий пришлось кое-где обновить двери и окна. На нескольких улицах меняют трубопровод. Его протяженность составляет 800 метров. А также снабжают социальные объекты оборудованием. В школы и детсады закупили всё необходимое для пищеблоков. А ещё учебники и оргтехнику. Все 55 объектов в Кировске восстановят к концу 2022 года. А власти уже намечают список на следующий, 23-й. Конечно же, приоритет отдаётся прежде всего объектам социальной сферы. То, что касается наших деточек, нашего будущего. И, естественно, жилья, которое пострадало в результате боевых действий. Ну и, естественно, наше дорожное покрытие. Все знают, у нас в городе очень сложно с асфальтным покрытием. Мы не говорили ещё про общественное пространство. У нас очень много проектов есть такого значимого для общественных пространств, дворовых территорий. Для жителей Кировска это сегодня актуально. Я сам это увидел. Ну и дальше всё, что мы сегодня задумались, какие-то решения уже приняли. Их реализация должна быть точно осуществлена. И здесь администрации города Кировска, Уганской народной республики, правительство Охотской области должны выступить единой командой для формирования такой федеральной поддержки. Ирина Белогривая, Новости сейчас.